Согласно легенде учений, в одном из помещений корпуса для персонала произошло возгорание. Информация об этом оперативно была доведена до руководителя добровольной пожарной дружины лагеря, в которой состоят три сотрудника учреждения. Запустив автоматическую систему оповещения о пожаре, дружинники незамедлительно начали предпринимать все необходимые действия согласно инструкции. Наша первая задача была сообщить в пожарную часть, сообщить руководству, ну и соответственно дать команду пожарной дружине стянуть рукава и тушить пожар до приезда пожарной части. Дружинники сработали слаженно и оперативно. При помощи мотопомпы они с улицы через окно организовали подачу воды в горящее помещение. Тем временем администрация лагеря провела перекличку условно эвакуированных людей и выяснилось, что один человек отсутствует и, возможно, находится в пострадавшем от пожара корпусе. Ну а внутри корпуса вам нельзя? Ну нет, там произошло задымление, поэтому ждем скорую и пожарный отряд. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия уже через несколько минут. Мгновенно вникнув в ситуацию и надев необходимое газодымозащитное снаряжение, сразу два звена спасателей с разных концов условно задымленного корпуса начали методично обследовать комнату за комнатой в поисках пострадавшего. Так, две команды пожарных обследуют. Одна команда одну сторону, вторая команда вторую сторону. И они начали с той стороны и дошли до кухни. А пострадавший у нас находится в следующей комнате. Но у пожарных кончился в баллонах воздух, и они были вынуждены идти на свежий воздух, менять баллоны или новую команду сюда сейчас отправят. Ждем. Пострадавший здесь. Минуту спустя условный пострадавший был обнаружен. Надев на пострадавшего специальный противодымный капюшон, спасатели вывели его на свежий воздух и передали врачам скорой, которые оказали женщине необходимую медицинскую помощь. Тем временем поступила вводная о переходе огня на чердачное помещение и кровлю, куда незамедлительно были направлены огнеборцы. Другие подразделения готовились проливать соседние корпуса и кромку леса, дабы не допустить распространения пожара по территории лагеря. Ну а условно эвакуированные дети и персонал лагеря уже грузились в автобусы за пределами опасной зоны. Основная задача этой части учений заключалась в точной фиксации времени с момента подачи сигнала о пожаре, необходимой для прибытия пассажирского транспорта на место ЧП из районного центра. Эвакуация является у нас одним из основных моментов при возникновении происшествий данных объектов. Вот сейчас мы произвели замер времени, который необходим для эвакуации детей. Получается, что у нас приехал автобус на место через 47 минут. Но ситуация на территории лагеря, согласно легенде учений, продолжала усугубляться. На этот раз поступила вводная о природном лесном пожаре, который приближается к Акуневским зорям. Для ликвидации опасности и в целях бесперебойной подачи необходимого объема воды специальные пожарные рукава большого диаметра были протянуты непосредственно до близлежащего озера. Были установлены три автомобиля на естественный водоем и организована подача для защиты лагеря непосредственно от природного пожара. Со всеми задачами личный штаб справился. Сейчас будем проводить практическую проверку работы стволов. После этого будут разобраны учения. Администрация объекта будет направлена на предложение, которое необходимо будет посмотреть еще детально. Самая главная задача – это сохранить детей, коллектив, который здесь будет работать и заниматься детским отдыхом. Добавим, что вместе с профессионалами-спасателями на территории лагеря провели полевые учения и сотрудники добровольной пожарной охраны Советского района, а также молодежь, которая готовится вступить в ряды дружины. Максим Красный, Александр Охромович, Телеканал Первый Советский. Максим Красный, Александр Охромович, Телеканал Первый Советский.